Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня у нас очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии. Занятие у нас сегодня семинарское. Мы будем с вами говорить все еще об объективной логике, но сегодня будем обсуждать учение о сущности. Было предложено некое количество вопросов к семинару. Я предлагаю поступить следующим образом. Сначала присутствующие выскажут свои ответы по представленным вопросам, ну или частично выскажут ответы. А потом я каким-то образом прокомментирую работы, которые пришли в СДО. И, к сожалению, работы все я проверить не смог, но обязуюсь это дело сделать несколько позже. Но какие-то работы мы сегодня рассмотрим. Ну что, дорогие товарищи, кто хочет выступить по предложенным вопросам, что рассказать, тема, надо сказать, сложная, тема нетривиальная. И можно сказать, что здесь, в этой аудитории, присутствует подавляющее число людей в России, которые по этой теме что-то могут сказать. Так сказать, за исключением нескольких граждан, которые здесь не присутствуют. В общем, все остальные находятся здесь. Так что стесняться не надо. Давайте по вопросам что-то скажите. Кто хочет высказаться? Лес рук. Давайте, самые простые вопросы. Первые вопросы самые простые, да? По ним кто-то хочет высказаться? Давайте по второму. Существенное, несущественное, да? Ну давайте, кто-нибудь хочет объяснить, почему сущность – это снятое бытие. И почему сущность – это надо рассматривать, как снятое бытие. Никто пока не хочет. Ну давайте, про существенное, несущественное. Сейчас мы разберемся дальше. Давайте. Представьтесь только, представьтесь. Вас уже помнят, конечно, но, может быть, не все. Никто, существенное и несущественное. Существенное – это сущность, взятая как снятое бытие, как отрицание всякого бытия. А несущественное – это то бытие, которое отрицалось в процессе рассмотрения сущности. А почему, собственно говоря, почему мы так начали рассматривать существенное и несущественное? Вот у нас, ну давайте, про первый вопрос я скажу пару слов. Значит, мы пришли к сущности, как к отрицанию всякого бытия. Вот всякое бытие вообще отрицается, и мы получаем таким образом сущность. А что значит отрицание, кстати, всякого бытия? Что отрицается конкретно? Вы можете сказать? Ну, всякое бытие какое? Мера отрицается? Наличное бытие отрицается. Качество отрицается? Количество отрицается? Мера отрицается? Ну вот это категория, я перечисляю, это категория какой сферы? Не, не, не. Какой сферы категории? Вот я перечислил. Наличное бытие, вы правильно сказали, качество, количество, меры, это все сферы бытия, да, вот они в сущности отрицаются? Да. То есть всякое бытие отрицается. И в частности, то есть вот эти все категории, которые мы рассматривали в сфере бытия, они отрицаются. В этом смысле имеется в виду, что отрицание всякого бытия, сущность, про сущность, когда мы говорим. Дальше мы вспоминаем, что отрицание такого зряшного в диалекте не существует, поэтому мы говорим о снятии, об отрицании с удержанием. Так, значит, и теперь у нас вот сущность, как отрицание всякого бытия, и мы должны что рассматривать? То, что у нас есть, правда? У нас есть бытие, которое мы отрицали, и сущность, как отрицание этого бытия, да. И вот они просто на первый взгляд возникают, как просто два наличных бытия, на самом деле, да. Вот просто два наличных бытия, рядом положенных. Они иные друг к другу просто. И когда вот так вот мы их рассматриваем, вот таким вот образом, то они как раз и получаются, это противопоставление, что... Сущность – это опосредованное бытие. Ну, это правильно, да, потому что мы идем к сущности через бытие. То есть нам для того, чтобы дойти до сущности, надо бытие рассмотреть, да. Но вот все-таки существенное и несущественное, я хочу сказать, что оно появляется, когда мы дошли до сущности и просто рядом рассмотрели вот это все бытие, которое было в первом томе. И когда вот мы так рассматриваем, одно как бы бытие, которое отрицалось, это уже несущественное, да, а сущность, которая предстает перед нами как наличное бытие, на самом деле, пока, это существенное. Вот и все, собственно говоря. Ничего тут больше существенного и несущественного нет, просто вот такое рассмотрение соотношения, внешнее соотношение бытия и сущности. Все. Ну, как раз явление, я думаю, объясняется существенным и существенным. Нет, 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 явление – это уже дальше туда, это мы когда в сущность углубимся, когда уже все-таки будем рассматривать рефлексию, рефлективное определение и так далее. И уже когда бытие опять будет выбираться на поверхность, тогда и появится явление. А пока просто сущность и бытие как существенное и несущественное. Хорошо, спасибо. Так. Кто хочет еще выступить? Никто не хочет выступить. Ну, ладно, давайте, товарищи, тогда мы перейдем к ответам, которые были присланы. И, может быть, я дам несколько комментариев по этим ответам. И потом кто-то соберется сказать пару слов еще. Алексей Викторович Адамов. Зачтено. А, вот я вижу, Ростовская область, Станица, Задона, Кагальницкая. Зачтено. Сейчас, секундочку. Да, Влад Армстронг-Ариков. Зачтено. Александр Сергеевич Акишев, город Минск, Беларусь. Зачтено. Александр Алексеев. Зачтено. Так, сейчас вот здесь у меня есть как раз замечание. Да, товарищ пишет, товарищ Алексеев пишет, что все, что существует, все, что есть, существует. В действительности у Гегеля, я там посмотрел потом, он так действительно пишет, но он на этом не останавливается. Когда мы говорим, что просто есть, это о какой категории мы говорим? Просто есть. Что это значит? Бытие. Бытие, да, просто бытие. Ну, и здесь получается, что мы приравниваем бытие и категорию бытие и существование. А все-таки категория существования, она богаче, чем категория бытия. Кто-нибудь может сказать, что значит существование категория? Что это такое? Что за бытие такое? Это существование, это действительно бытие тоже. Но какое? Снять ли бытие отрицание? Нет, 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 нет. Это вы про сущность говорите. А чем отличается? Так, так, так. Бытие взятое с основанием. Да, это бытие с основанием и условием. То есть это не просто абы какое бытие. Это бытие, у которого есть и основание, и условие. И поэтому нельзя говорить, что все, что есть, существует. Это означает, если мы на этом останавливаемся, это просто означает, что мы приравняли бытие к существованию. И когда мы были в первом томе, в учении о бытие, мы пытались все время говорить, есть, а не существует. Именно различая две эти категории. Но в целом оценка зачтена. Анастасия Юрьевна Анникина, Москва. Зачтена. Антонелли Анна Сергеевна, Австралия, Сидней. Так, здесь комментарий у меня есть. Да, вот Анна Сергеевна пишет. Отрицание бытия – это форма сущности. Сущность рассматривается в виде отрицания, бесконечного отрицания, отрицания непосредственного. Почему вы считаете, что отрицание бытия – это форма сущности? Форма – это одна из категорий сущностей и одно из рефлективных определений, которые мы встретим в учении о сущности, когда мы будем говорить об основании. Форма и сущность, форма и материя и так далее. Но отрицание бытия – это не форма сущности. Сущность – это и есть просто отрицание всякого бытия, снятие всякого бытия. Да, и вот Анна Сергеевна пишет о противоречии. И она пишет, что противоречие – это единство противоположностей. Давайте вот разберем этот момент немножко. Кто-нибудь может сказать, что такое противоречие? Товарищи. Ну вот мы говорим везде. Диалектика – это наука, изучающая противоречия. Все вокруг, в диалектике строится вокруг противоречия. Что такое противоречие, товарищи дорогие? Давайте. Значит, противоречие у нас появляется при последовательном рассмотрении тождества различного различия. Тождество различия и следующий его этап – это противоречие. При рассмотрении тождества и различия, тождество есть единство и различие, противоположность. То есть тождество само по себе представляет собой и равенство, и неравенство. То есть не может быть равенства равного, может быть равенство различного. Да, и мы говорим, что тождество – это обязательно тождество различного. Тождество различного. То есть мы говорим, что когда мы говорим о тождестве, мы говорим и о равенстве, но не о равенстве как таковом, одном-единственном. Обязательно есть что-то различное в этом равенстве. а различие что различие имеют как одинаковые части так и разные в своем проявлении единство единство этих противоположных сторон есть противоречие да нет не совсем не совсем так а вот давайте ну если мы говорим о тождестве различном давайте различие давайте на этом остановимся все-таки тождество и различие это моменты это во первых это рефлексивное определение да это как бы это рефлексия а моменты чего тоже свои различия это моменты чего подсказывайте правильно не тоже свои различия это моменты различия на самом деле вот так вот получается да то есть моменты противоположность моменты противоположности тоже свои различия это просто раз моменты различия вот есть различие как целое его моменты различия как таковое и тождество тождество и поэтому мы говорим поскольку это моменты тождество это всегда тождество различного различие это всегда различие тождественного вот такая история тут случается а когда мы говорим О противоположности мы идем дальше, и вот эта рефлексия, которая просто выступала в различии, как тождество и различие, становится не просто рефлексией, а исключающей рефлексией. То есть стороны противоположностей исключают друг друга. Каждая сторона исключает другую сторону в противоположности. И отсюда и появляется, что противоречие – это единство и борьба противоположностей. В противоречии есть две противоположные стороны, и они находятся в единстве. А вот это неправильно. То есть это правильно, но это второе утверждение. Потому что в одной стороне есть и другая сторона, а в другой стороне есть одно есть в одном, и другое есть в другом. Да, все верно. Но это следует сначала о противоположностях, противоречии. Нужно сказать, что они исключают друг друга. И у Гегеля там это написано, что это исключающая рефлексия. А если мы переводим на язык такой, ну, тот, который, скажем, Ленин использует, да, это вот как раз борьба противоположностей. То, что они исключают друг друга, они борются друг с другом. А если они борются друг с другом, значит, они друг друга на самом деле и предполагают. То есть это не только исключающая рефлексия, а предполагающая. Но сначала исключающая. И в этом смысле, именно в этом смысле, когда у Ленина вы уже найдете, когда он говорит о противоречии как единства и борьбе противоположностей, он пишет, что борьба абсолютно, а единство относительно. В этом смысле, что борьба в противоречии этих противоположностей, она как бы является основополагающей. А уже единство, и оно из этой борьбы следует. Если мы с вами боремся, то мы в единстве находимся. Это как бы предполагается уже. А если вы просто скажете, что противоречие – это единство противоположностей. А куда борьба-то? Как вы борьбу отсюда выведите? Как Михаил Васильевич говорил, что там пришел выйти, надо армять. Вот, 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 вот. То есть, когда, если я сказал, что мы с вами боремся, то это и значит, что мы с вами в единстве находимся. То есть, это подразумевает. А то, что мы не борьба, это единство. Да. Соответственно, что-то это уже помните. Ну, хорошо, спасибо, да. Это разобрали вроде бы. Но вот я здесь хочу подчеркнуть, что борьба подразумевает единство. А единство борьбу как бы особо не подразумевает. Мы можем находиться в единстве, но никакой борьбы не будет. А вот борьба обязательно подразумевает единство. Поэтому я бы так говорил, что противоречие – это либо единство и борьба противоположностей, или противоречие – это борьба противоположностей вообще. А что такое противоположность? Это то, что свои различия получаются? Просто, как Николай Сергеевич говорил, мы при рассмотрении науки сущности этого раздела, то есть каждый новый объект, субъект, нужно отрицать. То есть при его появлении надо автоматически его сразу отрицать. Если мы его будем рассматривать как совместный субъект, он превращается в бытие. Да, в этом и заключается рефлексия. Рефлексивное определение в этом и заключается, что мы все берем с отрицанием. То есть мы все категории, которые появляются в сфере сущности, они парные. То есть мы все берем с отрицанием. Взяли какую-то категорию и сразу же надо взять ее определенность, то есть ее отрицание. То есть, получается, отрицание тужества – это различие? Значит, мы говорили про противоположность, да? Вот противоположность – это единство тождества и разности. Вот так вот вы говорили. Не различие, а тождества и разности. Вот это противоположность. Так, хорошо, давайте двигаться дальше по ответам. Антонов, Асташенко Антон Владимирович зачтено. Ахтем Зянов Евгений Александрович. Пермский край, город Губаха. Так, здесь замечание есть у меня к Евгению Александровичу. Вот Евгений Александрович пишет. Под противоречием обычно понимается в логике такое отношение между двумя моментами, когда один из них является А, а другой не А. Белый, не белый, продолговатый, непродолговатый и прочее. Ну и здесь, по всей видимости, Евгений Александрович что-то списал с какой-то плохой книжки. На самом деле здесь просто речь идет об отрицании. А, не А – это просто простое отрицание. А оно никак не подразумевает той самой исключающей рефлексии, которая есть в противоречии. Так что просто А и не А – это никакого противоречия нет. Это просто А и не А. Это бытие и отрицание бытия. Фактически. Все остальное верно, зачтено. Александр Багадаев, извините. Сущность, как снятое бытие, – это отрицание поверхности некоторого бытия и погружение внутрь его. В целом, я понимаю, что вы имеете в виду, но как бы вот какая-то поверхность появляется, то есть какие-то физические формы появляются. Что такое поверхность бытия – не очень понятно. Но в целом, зачтено. Зима Джеральдовна Бакус – зачтено. Баранов Константин Олегович, город Ставрополь. В процессе познания сущность выступает как противоположность бытию, принимая форму субъекта, вступающего в противоречие с объектом. Здесь вы немножко уходите в какой-то субъективизм такой, в идеализм в каком-то смысле. То есть появился какой-то субъект, появился какой-то объект, ничего этого Гегеля нет. И никакой формы субъекта в противоречии с объектом бытия и сущность не выступает. Просто сущность – это снятие всякого бытия. И все. Здесь как бы ничего другого нет. В какой момент происходит принятие той формы, о которой вы говорите, не очень понятно. И вот это как раз неверно. Все остальное – нормально. Зачтено. Владимир Александрович Бахаев, Забайкальский край, сельское поселение, Новодоронинск. Зачтено. Башмаков Александр Владимирович, город Москва. Зачтено. Бекмуратов Рустам Салимович, город Магадан. Опять, здесь то же самое, что мы только что обсудили. Противоречие у Рустама Салимовича возникает только как единство. То есть вот говорит, что противоречие представляет две противоположные стороны, которые находятся в единстве. Но они не только в единстве находятся. Они еще исключают друг друга. И в этом смысле они находятся в борьбе постоянной. Так, вот здесь. Так как они находятся в единстве, то в первой стороне есть вторая сторона. А во второй – первая сторона. Следовательно, каждая сторона содержит в себе противоречия. И здесь я думаю, что Рустам Салимович делает большую ошибку, говоря о том, что каждая сторона противоречия выступает как противоречия в целом. Вот одна противоположная сторона противоречия может выступать в качестве целого в противоречии. А другая сторона совершенно не обязательно выступает как целое в противоречии. Приведу пример. Давайте какой-нибудь пример разберем по этому поводу. Давайте возьмем социализм. Какое противоречие при социализме имеется? Какие противоречия? Да, ну это противоречие между чем и чем? Это предыдущие струны или новым струны? Ну, правильно, да. То есть это между старым и новым тоже можно так сказать. Но вообще это противоречие между... Общественным способом производства и частным способом присвоения? Нет, это противоречие капитализма. Ну, давайте, хорошо, давайте про капитализм. Если про капитализм, давайте про капитализм. Значит, действительно, в капитализме противоречие между общественным способом производства и частной формой его присвоения. Что целое при капитализме? Капитализм – это все-таки про частную форму присвоения. Целое в капитализме – это частная форма присвоения. Общественная форма производства – это одно из противоречий в капитализме, но оно не выступает как целое. А частное присвоение при капитализме выступает как целое. Если мы говорим про частное присвоение, то все, мы как бы говорим про капитализм как целое. А то есть можно уточнить, если мы говорим, что целое для нас – это частная форма присвоения, то здесь мы просто можем предположить, что какая-то не общественная производство, а личное производство, но частное присвоение. Ну что, вы знаете, что... Предполнение прибавшей стоимости продукции. Она присваивается кем-то. Она основная, потому что есть другие формы производства. Не общественная форма производства. А какие вы знаете формы? Не общественного производства. Человек, это что такое? Это животное общественное, в первую очередь, и сущность человека в общественных отношениях. Поэтому, вообще говоря, когда мы говорим о производстве, это присвоение предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Когда мы говорим про производство, мы говорим про общественные отношения. Обязательно. Не может быть производства у Робинзона Круза. И у стаи волков не может быть производства. А если в чем? Это не производство. Это производство ваше. Ваше производство было не общественное. Если вы его съели просто... Если вы его просто съели, Здесь никакого производства нет. А если вы этих пчел завели, разводите и собираете мед, это как раз производство. И мед этот продаете на рынке, то это общественное производство в рамках капиталистической формы общественного производства. А пчелы для вас выступают как орудие труда, как лопата. А если дикий. Что, какая разница, дикие они или не дикие? Ну, присвоение есть частное. Подождите, о каком частном присвоении вы говорите? Вы имеете в виду, что вы его пчел отобрали? Да. Это то же самое, что вот я воздухом дышу, у тебя его отбираю. Пчелы в данном случае это просто орудие производства. Если мы говорим про производство меда, вот в вашем примере. Это просто орудие производства, лопата. Вы когда, так сказать, лопатой забираете землю, вы отбираете у лопаты землю? Ну да. Я думаю, что нет все-таки. Вот, поэтому... Ну, я люблю это махать, а пчелы сами по себе работают. Вот, и для того, чтобы... Ну и что? Корова тоже кушает сама по себе, лошадь тоже там пасется и кушает сама по себе. И все равно и корова, и лошадь это просто средство производства. Это не... Не общество. Не общество, да. Это не общественный момент в производстве. Противоряющий социализм. Противоречие социализма, это, значит, оно заключается в том, что... Ну, давайте начнем с того, что такое социализм. Ну, вы говорите, что товарное производство социализма до конца. Так, товарность, это один из, как раз, из тех моментов, которые отрицаются. Отрицательный момент социализма. Значит, социализм, это непосредственно общественное производство. То есть, производство является непосредственно общественным. Непосредственно. То есть, не является... Производимый продукт не поступает ни в какой обмен, а является вот это непосредственно общественное производство. Соответственно, все противоречия социализма сводятся к противоречию между непосредственно общественным производством при социализме и отрицанием этого непосредственно общественного производства, проявляющегося в товарности в том числе, в бюрократизме, в неполном уничтожении классов и так далее. Но целое, социализм как целое. Вот если мы возьмем, например, противоречие между непосредственно общественным производством и товарностью. Можно сказать, что социализм как целое это непосредственно общественное производство? Можно. То есть одна из сторон противоречий выступает как противоречие в целом. выступает как целое противоречие. Но мы не можем сказать, что социализм – это товарность. Ну, так нельзя сказать. Вторая сторона этого противоречия, вторая противоположность не выступает как целое. Оно выступает как отрицание в этом противоречии. Но как целое не выступает. Вот, собственно говоря, об этом здесь и идет речь, и Рустам Салимович эту ошибку делает. Но надо сказать здесь тоже, когда если читать этот момент у Гегеля, он там не очень подробно это пишет. И можно сделать вывод из его слов, что любая сторона противоречия, то есть любая противоположность выступает как целое в противоречии. Но это неверно. Это неправильный вывод, и его делать нельзя. А как считается, когда отрицательный момент, а то и побеждает. И происходит фонтар революции и так далее. Ну, в борьбе он побеждает. Борьба идет, противоположности борется. Борется. И этот отрицательный момент становится в какой-то момент целым. Капитализмом. И теперь уже при капитализме целое это товарное производство. На том этапе развития, когда рабочая сила стала товаром. Вот и все. А есть ли в этом товарном производстве момент общественного производства? Общественное. Ну, есть, конечно, есть. Но в капитализме он не главный. Он не является целым. Целое в капитализме. И это из определения капитализма следует, что это товарное производство на том этапе развития, когда рабочая сила становится товаром. Можно просто более простой пример. Можно рассмотреть просто товар. Сам факт товара. С капиталистической точки зрения, не социалистической точки зрения. То есть, в капиталистичном... Ну, в капиталистичном... Аккуратнее социалистической точки зрения товара, да, осматривая. Нет, ну, как бы в социализме уже присутствует. Нет товара, не присутствует, нет. Продукт. Продукт. Есть продукт. Произведенный не для обмена, а есть только непосредственно общественный продукт. Это очень важно. То есть при социализме продукт, он непосредственно общественный. Мы его производим как непосредственно общественный продукт. Он товаром не становится. А товарность это просто отрицание вот этого непосредственно общественного продукта в первой фазе. В социализме, да. Поскольку это первая фаза. Но нельзя говорить, что это товар. Это товарность как отрицание. И отрицание в нем самом. Это не какое-то внешнее отрицание. Это отрицание в самом социализме. То есть в нем самом отрицание. А не кто-то приходит извне и толкает социализм. В этом смысле там уже нет классов противоположных и так далее. А если логически рассуждать коммунизм в следующей стадии социализма, то есть получается, что... Если логически рассуждать коммунизм в следующей стадии... Неправильно. Неправильно сказал. Да. Просто какие у нас получаются противоречия при коммунизме? Я вот что. При коммунизме? При полном коммунизме. Вопрос первый. Будут ли при полном коммунизме противоречия? Будут. Будут. Обязательно. Потому что без противоречий никуда. Да, какие там будут противоречия конкретно, как говорил Маркс с Энгельсом, да, вот, вот будут противоречия нового и старого, но не будет противоречий тех, которые присущи классовому обществу. Классовых противоречий при полном коммунизме не будет. Вот все классовые противоречия будут полностью сняты, они будут разрешены, а классовые различия будут полностью преодолены. Но противоречие, как противоречие нового со старым, потому что основанием любого движения и любого развития является борьба противоположностей. То есть противоположности должны быть, они должны бороться. Вот новая должна бороться со старым всегда, и при полном коммунизме будет новая бороться со старым. Знаете, мы все равно назад? Не, реакция в любом случае будет. Нет, реакция, конечно будет. Но вот она в чем будет проявляться? Будут находиться отдельные домники, которые... Она не будет как момент уже в этом обществе. Наверняка будут граждане, которые будут мечтать о том, чтобы иметь частную собственность на средство производства. Но они не будут неопределяющими в том смысле, что... Но погрешными моментами не будут. Они даже моментами уже не будут. Частность или погрешность не будут. Но это будут какие-то, так сказать, какие-то просто элементы в обществе и все. Незначительные. Да, незначительные. Но при этом, значит, будет ли происходить борьба с ними? Вот борьба, она будет происходить все время. Потому что отрицание частной собственности на средства производства, оно как бы... Ну или можно сказать так, что общественная собственность на средства производства и утверждение общественной собственности на средства производства, это бесконечное отрицание частной собственности. То есть, весь период полного коммунизма, вся история человечества после социализма будет историей бесконечного отрицания частной собственности на средства производства. То есть, это отрицание все равно будет. Но оно будет не как непосредственное отрицание, а как отрицание через утверждение общественной собственности на средства производства. И борьбы не будет по этому поводу особенно. Движение, развитие будет просто. Не от простого, а простое будет двигаться к сложному, низшее к высшему. И вообще говоря, если вы вспомните Энгельса, то, по-моему, Энгельс говорил, что история человечества только начнется с полного коммунизма. То есть действительно, вот развитие человечества начнется с того, когда классовые различия будут все преодолены. И тогда вот начнется действительно история человечества. Ну вот, она не золотая, не противоречия, да, еще старого и нового. Но они не будут носить классовый характер. Я себе приведу конкретные примеры, например, иерархические противоречия останутся. Иерархические противоречия в каком смысле? Ну, в смысле, что кто-то занимает выполняющую должность, да, то бюрократизм. Вы имеете в виду бюрократизма? Нет, не будет в этом смысле. Нет, ну не бюрократизм, а именно иерархия. Кто-то начнется, кто-то начнется. В производстве? Ну, допустим. Там есть четкая граница между городом и бюроком. То есть каждый человек будет заниматься не тем и другим и управлением, а как будет? Да, если вы имеете в виду управление как о необходимости в производстве, то есть в производстве общественная форма производства приводит к тому, что необходима функция управления в этом смысле. Эта функция управления останется даже при полном коммунизме. Но это будет некая функция, которую будут выполнять некие люди. Если они будут эту функцию выполнять в том смысле, что они будут пытаться отделить себя каким-то образом от других людей в производстве, тогда уже это классовые различия начнутся. Ну, я говорю, может быть, как раз мы просто не вносим сюда в круг своих проблем, но если будет какой-нибудь коммунизм и будет какое-нибудь развитие, может, развитие пойдет в этом плане устранения иерархических проблем? Может быть, может быть, да, мы на сегодняшний день сказать, как будет развиваться полный коммунизм, достаточно сложно. И, то есть можно здесь пофантазировать очень много, да, и может быть очень продуктивно, но эти фантазии, они как бы беспочвенные в основном. Это точно то же самое, что нельзя предсказать, когда будет революция. Ну, я списал, если там любили люди, я не писал. Да, вот именно так, вот Энгельс, вот так, или это Ленин писал, по-моему, да? Или Энгельс. Энгельс, по-моему, да, значит, писал о том, что будут умные люди, они определяют, какие противоречия являются основанием развития, и будут эти противоречия правильно разрешать. Да, до туда еще достаточно далеко. С одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, эпоха сегодняшняя, тут, да, некоторые товарищи думают, что она как-то изменилась, но эпоха сегодня, в которой мы живем, это эпоха пролетарских революций. То есть мы вот в эту эпоху живем, и как бы социализм... Которая является основанием? А? Которая является основанием? Основанием чего? Для дальнейшего... Да, да. Основанием. Основанием для дальнейшего движения коммунизма и развития его в полный коммунизм. Да. Давайте пойдем дальше. Белов Андрей Викторович пишет, так как каждая последующая категория является снятием предшествующей. Я тут написал товарищу, что это неверно, а потом подумал и думаю, что это верно. В том смысле, ну вот, дело вот в чем, что, ну, например, мы рассматриваем чистое бытие, да, и чистое бытие переходит в чистое ничто. Где тут снятие? Мы про снятие вообще ничего не знаем. Но, но, можно сказать, что каждая предыдущая, новая категория снимает предыдущую, в том смысле, что она содержит все предыдущие категории. Так сказать можно. Тут, когда товарищ получит мой комментарий, отнеситесь к нему творчески. Вот. Но что действительно неверно, это то, что вот этим утверждением, что каждая категория является снятием предшествующей, может доказать, что сущность является снятием бытия. Ну, это достаточно механический подход. То есть, как бы, ну, поскольку сущность это категория после учения бытии, то, соответственно, она является снятием бытия. Нет, нам, ну, в этом смысле, давайте посмотрим, какая последняя категория в учении бытии, что ли я. Кто-нибудь помнит? Какая последняя категория в учении бытии? Мера? Нет. Мера, да, это раздел. Вот, узловая линия отношения меры, правильно, узловая линия отношения меры. И безмерная. Вот. То есть, можно сказать, что вот этим товарищ доказал, что сущность является снятием узловой линии отношения меры. Это правда. Но пока о том, что сущность является снятием всякого бытия вообще, тут об этом речи не идет. Так, ну и про противоречие опять, про борьбу противоположности товарищ забыл. Но в целом сочтено. Белинский Александр Сергеевич, город Воронеж, зачтено. Богданов Федор Николаевич, город Мытища, Московская область, зачтено. Дмитрий Борисов. Товарищ Борисов пишет. Явление – проявление сущности в бытие. А закон – явление сущности. Явление – проявление сущности в бытие. Так можно сказать, но это на грани, мягко скажем. А закон – явление сущности. А это совсем неверно. Закон – это спокойное в явлении. Сущность действительно является, но в этом вот явлении есть некое спокойное содержание. Кстати, закон – это сущность или нет? Нет. Как это? Нет, ну если он включает в себя… Как это? Сущность – это посильнее. Нет. А явление – это сущность? Да. Что является? Сущность является. Значит, хорошо, с явлением разобрались, что явление – это сущность. Хорошо, это хорошо, хорошо. А это внутри чего? Явление. Так, значит, это сущность или нет? Закон – это сущность или нет? Конечно, сущность. Вообще все категории сферы сущности – это относятся к сущности. Но он не является на поверхности. Ну, не является. Ну и что? Можно сказать, что закон это тоже сущность. Как-то вы когда изучаете закон капиталистического способа производства. Кстати, какой основной закон капиталистического способа производства? Закон стоимости, да. Мы разве не про сущность говорим? Капиталистического способа производства. То есть это нечто глубинное. Не то, что на поверхности. Это закон, но и сущность. а действительность это выявленная сущность это выявленная сущность да уже на в бытие в бытие в общем да здесь товарищ говорит что закон это явление сущности это неправильно тут надо аккуратнее так а давайте кстати разберем вопрос о самоотрицание сущности вот этот вопрос 10 он какой-то может оказаться сложным никто его не взял по крайней мере но остальные да более-менее но по крайней мере их много раз разбирались а вот самоотрицание сущности вот мы когда мы движемся по этим категориям да у нас появляются в какой-то момент категории сферы бытия вы заметили это но от явление это уже как бы такое что-то что-то очень близко к сферой бытия действительно действительно действительность да дальше дальше субстанция просто вообще бытие просто бытие в какой момент и почему появляется бытие в учение сущности но первое да отрицание чего бытие это отрицание чего то есть бытие на самом деле ну-ка в какой момент она появляется можно сказать это в момент отрицания ничто а ничто в сущности это что такое давайте так рассмотрим все все движение а да вот когда мы когда отрицание отрицание то есть когда мы отрицаем саму сущность от сущность это отрицание да и когда вот первый момент когда мы как первый раз когда мы отрицаем вот эти категории сущности когда они в какой-то момент начинают отрицаться тогда вы выходим бытию а в какой момент это происходит в какой на какой категории понять это ну правильно понять это уже такое тоже совсем в бытие вернулись это вообще мы вернулись быть ее уже все а все-таки сущности это этот возврат происходит противоречие противоречив противоречие это все таки еще рефлексия мы говорили что это исключающий рефлексия рефлексия это определенность вот в в trên rifle рефлексия это вот отрицание бытия это сущность категория вот сферы сущности такая типичная категория сферы сущности рефлексия противоречие тоже рефлексия теперь а что с противоречием приходит происходит что что в основу как как там как там было вот она отрицается что как там гиги 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 он разрешается она разрешается вас до основания уходит в основании а что значит она уходит в основании она разрешается в ком смысле она отрицается это есть отрицание то есть у нас была рефлексия как определенность она выступала как определенность бытия на самом деле ну то есть отрицание бытия и это определенность отрицается. А когда мы отрицаем определенность, мы возвращаемся в сферу бытия. И в этом смысле происходит самоотрицание сущности. И сущность вот так потихоньку выходит опять в бытию. Такое движение происходит. Вот. Так что этот вопрос сложный. И тут надо еще наверное, поразбираться немножко. Я крайне рекомендую по этому вопросу послушать кружок диалектики за 2016-2017 год, по-моему. Или 2017-2018. Там этот вопрос разбирался достаточно подробно. И там можно какие-то примеры даже оттуда почерпнуть и так далее. Давайте пойдем дальше. А дальше у нас, я думаю, что у нас перерыв дальше. Давайте сделаем перерыв 10 минут и закончим разбирать вопросы. Перерыв. Да, товарности при социализме. Если социалистическая страна выступает во внешней торговле как участник товарообмена, получается, с другими странами. Да, да, да. Выступает. Есть ли там какое-то противоречие? Есть ли в этой внешней торговле источник какой-то идеологический? В каком смысле источник идеологический? Получается, идеологическое противоречие. Получается, что внутри государства продукт общественный, выступая на внешне-политической арене, этот продукт превращается в товар и его собственником будет просто коллективный собственник. Да, но вот если товар, который производится при социалистическом способе производства, то есть в стране, где победил социализм, если этот товар в основном производится для обмена наружу, то это социалистическое производство уже социалистическим не может быть названо, потому что цель социалистического производства это все-таки обеспечение полного благосостояния свободного со стороны родителей всех членов общества. И эта цель должна быть, эта цель должна преследоваться. Соответственно, если основное у вас это производство товаров на экспорт, а для чего вы производите товары на экспорт? Для чего? Если это временно какое-то явление, то скорее всего это будет и играет большую роль, то это скорее всего переходный период. Вот если мы просмотрим Советский Союз, то там какая-то более или менее серьезное значение экспорта было все-таки в переходный период, когда социалистическая экономика строилась. А когда она уже была построена, конечно, была внешняя торговля, безусловно, и она была во время Великой Отечественной войны. Это является каким-то отрицательным моментом. это является отрицательным моментом, конечно. Но отношение отрицательным внешней торговли, отношение к внешней торговле было первым декретом, монополии на внешнюю торговлю? Да. Она, зачем это было сделано? Это для того, чтобы подчинить внешнюю торговлю плану, социалистическому планированию. Монополия, это значит, что государство имеет полную монополию на внешнюю торговлю. Оно не дает всем подряд торговать вовне. Именно для этого это первый шаг к подчинению именно социалистическому производству, плановому производству. Вообще критерий, что если в основном это не для продажи производится, то это еще... Да. И опять же это должно быть еще раз подчинено развитию социалистического производства. Это внешняя торговля она должна быть подчиненной для социалистического производства. Если это происходит для того, чтобы кто-то получил золотые слитки к себе домой, то это уже неподчинение социалистического к себе. Для того, чтобы получить золото, для того, чтобы закупить станки, которых сейчас не хватает. Но вот все-таки такого рода операции, может быть, меня поправите вы, они происходили в основном до середины 30-х годов. То есть мы активно закупали станки, я знаю, в 20-е годы. Сразу же после революции активно закупали станки. А на протяжении всей почти истории вот эта вот такая практика, стоящим странам, можно сказать, союзническим, технику поставлять, еще что-то, это не считается производством на продажу? Не считается. Это непосредственно общественное производство в том смысле, что там трудящиеся, они как бы, там мы помогали фактически рабочему классу. И вот оттуда все эти долги, которые сейчас списываются. Это, да, это пролетарский интернационализм. Вполне себе нормальный, ничего в этом. Логически, 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 так. Первый том – это объективная логика, второй том – это субъективная логика. Из них нету трех томов. Есть тома, да, первый и второй том. А есть… Первая книга – «Учение о бытии». То есть том первый, в нем две книги – «Учение о бытии» и «Учение о сущности». И есть том второй. То есть не… Вообще говоря, учение о бытии, как бы, логически его не надо отрывать от учения о сущности. Учение о себе и для себя бытии. Что это? Значит… Ну, может, не конкретное, как бы, изучение о сущности? Нет. Значит, в себе и для себя бытие, оно выступает… Что это значит? Это категория учения о бытии. Во-первых, для себя бытие – это момент изменяющегося нечто, в котором есть два момента. Для себя бытие и бытие для иного. А… Ой, извините, сейчас. В себе бытие и бытие для иного. А для себя бытие – это бытие, которое появляется, момент, который появляется при изучении бесконечного. Когда осталось только бесконечное, никакого другого уже иного нету. И поэтому любое бытие – там только для себя бытие. Нету иного бесконечного. Вот вы можете по оглавлению просто посмотреть. Сейчас я проверю, что я правильно скажу, во-вторых. Да, вот смотрите. Вот было бытие, ничто, становление, момент остановления, снятие становления, наличное бытие, качество – нечто. Нечто, а нечто пристало как изменяющееся. Потом конечное, определение характера, конечность, бесконечность. Бесконечное вообще взаимоопределение конечного и бесконечного, утвердительная бесконечность. А потом третья глава начинается для себя бытие. Потому что мы изучаем уже бесконечное, никакого другого бытия нету здесь. И вот он начинает изучать для себя бытие как таковое, наличное бытие для себя бытие, бытие для одного, одно, единое и многое и так далее. То есть для себя бытие – это бытие бесконечного. Разрешите еще один вопрос? В социальной диалектике при рассмотрении нечто, там почему-то появляются три момента. Везде было по два, а там появляются три. Или, по крайней мере, объясняется, что три. И у Гегель на самом деле три момента. Момент в нем мытье. Там не написано, что это конкретно третий момент. А то, что как момент момента, это можно понять, она там выступает. Вообще, моментов всегда два. Что такое три момента? Ну, то есть как бы… У Михаила Васильевича написано? Нет. Третий, имеется в виду, что момент – это, ну, как бы, нечто неразрывное просто с другим. Вот «в», вот этот момент «в», в нем бытие, или просто «в». Это не просто «в себе бытие», а такое «в себе бытие», которое активно отрицает бытие для иного. То есть «в себе» в нем, да. Да, это момент «в себе бытие». Это момент «в», да. Если мы возьмем «в», как один момент, и бытие для иного, это также второй момент. То есть это они в единстве. Вы же понимаете, что если в нем бытие отрицает бытие для иного, оно отрицает бытие для иного, по определению, ну, просто оно так возникло. Значит ли это, что они уже не моменты? Они все равно в единстве остаются. Чего они живут? Ну, не так, что это как бы все развалилось на три, и теперь как бы один, второй и третий рядом. Они не рядом положены. Не, не о том, что рядом положено. Там именно конкретно фраза, что «теперь в нечто у нас три момента». Всегда было по два, теперь три. Михаил Васильевич, у него там такое изложение, как будто бы он общается с читателем. Я давно читал эту книгу, ну, такое изложение, как он общается с читателем, и как бы он позволяет себе такие вольности. Там и в кружке любителей гиги-груско-диалектики что-то похожее тоже было. Да, и мы с этим как-то году в 2013-м с ним в одном из кружков спорили, прямо не нажимать за насмерть с ним. Поэтому, по-моему, можете посмотреть, по-моему, это где-то есть. Дорогие товарищи! Корректоры Гуринович, Кузьмин и Ломов. И вот товарищ Ломов оказал, собственно говоря, финансовую поддержку для того, чтобы это издание «Науки логики» увидело свет. Перевод взят, по-моему, один из тех переводов, который публиковался в 50-е годы. Вот издание 50-го года, тот же самый перевод. Я точно не знаю, чей это перевод, но здесь, может быть, как-то можно посмотреть. Вот. И самое главное, что если вы посмотрите современное издание «Науки логики», оно издается такой одной книгой, толстой, синяя толстая книга такая. Да, есть в буква «Е». Вот. И она в буква «Е» действительно продается. Стоит не знаю сколько. В этом издании. Но вот в этом издании… Неправильные категории, да, переведены. Да, во-первых, там свойства и характер перепутаны, по-моему. Да. То есть, когда речь идет об определении характера… Там написано свойства. Да, характер – это у нас качество, которое есть лишь бытие для иного. Да? Кто при переводе спрашивает? Сейчас мы вспомним. Кто при переводе спрашивал? Я спрашивал. Сталкнира «Кпериод». Нет, это вот синяя книга, которая… Нет, вот это Сталкнира «Кпериод». И там тоже, у меня она есть, буквально есть, по-моему. Да, качество, которое есть лишь бытие дренолога. И там написано, про характер написано, что это свойства. А на самом деле парные категории определения и характера именно, а не определения и свойства. Свойства – это категория учения о сущности. Это первое замечание, которое я хотел сказать. И, кстати, второе замечание, что здесь особенно важно. Эта книга, она как бы не просто является изданием гегелевской науки-логики, которую многие обвиняют в идеализме, но она такой уже приняла материалистический характер. И почему она приняла материалистический характер? Потому что здесь в самом начале опубликована статья Владимира Ильича Ленина в качестве предисловия. Статья о значении воинствующего материализма. Я крайне рекомендую всем товарищам прочитать эту статью, особенно всем товарищам, которые считают себя ленинцами и потом отметают диалектику. И здесь, во-первых, просто очень много... Статья такая крайне интересная. Скажем, например, именно в ней Владимир Ильич пишет, что одно из самых больших и опасных ошибок коммунистов является представлением, будто бы революцию можно совершить руками одних революционеров. Но вот это вот замечание тем товарищам, которые хотят выйти на улицу и совершить революцию заговорческой группой. Вот. А второе и самое главное в этой статье, что тут Владимир Ильич прямо пишет... По поводу темноты Кристиана Традящихся. Нет, по поводу изучения... Нет, и я, но это говорит уже о махом говорить, что вот такие материализмы... Здесь Владимир Ильич пишет про изучение диалектики. Он пишет, что для того, чтобы... Пишет о всяких явлениях в современной ему жизни, и пишет, для того, чтобы не относиться к подобному явлению бессознательно, мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой нематериализм не может выдержать борьбы против натиско-буржуазных идей восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. То есть первое, что Владимир Ильич говорит о том, чтобы у коммунистов коммунизм был не сражаемый, а сражающийся, они должны быть диалектическими материалистами. А дальше он пишет, как достичь этой идеи. Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала под знаменем марксизма должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения. То есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем капитале, и в своих исторических и политических работах. То есть надо изучать не диалектику Маркса какую-то, а диалектику Гегеля, истолкованную с материалистической точки зрения. Для того, чтобы моделистически толковать диалектику Гегеля, надо изучать диалектику Гегеля, а не какую-то диалектику Маркса. У Маркса мы можем только найти применение диалектики Гегеля. Блестящее применение. Которую практически применял и в своем капитале, и в своих исторических и политических работах Маркса. И применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждение новых классов к жизни и борьбе на Востоке, Япония, Индия, Китай. То есть тех сотен миллионов человечеств, которые составляют большую часть населения Земли, и которых своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном обуславливали до сих пор застой гниения во многих передовых государствах Европы. Каждый день пробуждения к жизни новых народов и новых классов все больше и больше подтверждает марксизм. И далее. Конечно, работа такого изучения, такого толкования, такой пропаганды Гегельской диалектики, чрезвычайно трудна, что, я думаю, товарищи, изучающие диалектику и слушающие лекции, и пытающиеся эту диалектику как-то разгрызть, понимают, что эта работа чрезвычайно трудна. И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля и столковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических и политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают они обыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала по знамени марксизма должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. «Без того, чтобы вот такую задачу поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воистовающим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как и до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях». Ну вот, что Владимир Ильич думал об изучении гегельской диалектики. Поэтому эта работа, во-первых, является блестящей, во-вторых, она помещена здесь в качестве предисловия. По-моему, это издание науки логики Гегеля еще можно заказать в Фонде Рабочей Академии через московское отделение Фонда Рабочей Академии. Обращайтесь к товарищу Кузьмину. Но мы продолжаем разбирать ответы на вопросы, которые нам пришли. Виталий Абрюханов, Виталий Николаевич, город Челябинск, зачтено. Варганов Сергей Юрьевич, зачтено. Витевский Станислав Сергеевич, город Воронеж, зачтено. Вишняков Василий Александрович, город Москва, зачтено. Вольпин Павел Борисович, зачтено. Воробьев Евгений Валентинович, зачтено. Габульдаров Айрат Толгатович, город Казань, зачтено. Тоже Айрат Толгатович в противоречии подчеркивает в основном единство. Но зачтено. Гаврильченко, Роман Владимирович. Здесь у меня есть замечание, Роман Владимирович. Он пишет. Сущность, рефлективное, определенное движение, отрицание бытия. В скобочках, снятое бытие. С последним я согласен, то, что в скобочках. А что это рефлективное, определенное движение, отрицание бытия, с этим бы я поспорил. Действительно, движение в сфере сущности имеет характер рефлективных определений. Но что сама сущность, это рефлективное, определенное движение, отрицание бытия, это неверно. А так в целом зачтено. Газимулин, Ильяс Ренатович, город Златоуск, Челябинская область, зачтено. Герасимова, Светлана Сергеевна, зачтено. Гребеньков, Всеволод Юрьевич, город Москва, зачтено. Гуркин, Олег Геннадьевич, Уфа. Почему-то у Олега Геннадьевича все категории написаны с большой буквы. Бытия с большой буквы, сущность с большой буквы, существенная и несущественная с большой буквы. Большие категории. То ли как какой-то идеализм. Типа слово «бог» иногда пишут с большой буквы. Что-то в это вкладывая явно. Как Абсен писатель. Да, но не знаю, что в это именно вкладывают. Как иметь собственное, что ли. Видимость тоже с большой буквы у товарища. Непонятно. Категории это не имена собственные. Поэтому писать их с большой буквы вовсе не обязательно. Если вы испытываете даже пиетет особый к этим категориям, то не обязательно все равно их писать с большой буквы. Но в целом работа хорошая, зачтено. Гусев Георгий Сергеевич, город Новый Уренгой. Так, вот здесь вот я замечание написал. Бытие и сущность, пишет Георгий Сергеевич, будучи понятиями, соотносится как форма и содержание. Вот как. Во-первых, до понятий мы еще не дошли. Для нас бытие и сущность все-таки это категории, а не понятия. Что такое понятие, мы узнаем позже в учении о понятии. Во-вторых, бытие и сущность не соотносятся как форма и содержание. Можно говорить, что форма и содержание как две парные категории, как две парные категории сферы сущности, предстают одно как определенность, а другое как бытие. Ну, понятное дело, что форма предстает как бытие, а содержание предстает как определенность этого бытия. Но не более того. Форма и содержание это все-таки рефлективное определение сущности. Или рефлективное определение в сфере сущности. Дальше товарищ пишет. Сущность, снятое бытие, то есть бытие, прошедшее диалектическую процедуру двойного отрицания. Отрицание, отрицание. Все-таки двойное отрицание, отрицание здесь еще не произошло. Когда мы придем в учение о понятии, там как раз будет отрицание, отрицание. Мы отрицали сначала бытие, попали в сущность. А потом бытие там проглядывало, проглядывало, и опять сущность отрицается. И вот это отрицание, отрицание, возвращение бытия к самому себе и будет понятием. Но сущности это, во-первых, нету двойного отрицания. Во-вторых, вы так пишете, диалектическая процедура двойного отрицания. Это как медицинская процедура двойного отрицания. Что-то как-то, нету никакой такой процедуры двойного отрицания. То есть какая-то механичность в этом во всем есть. Нельзя взять и определить процедуру двойного отрицания. По времени процедура? Все-таки процесс это связанное со временем. Процедура, вот это вот медицинский термин какой-то. Давайте как бы на этом остановимся. Нет, процесс идти как-то. Но про процесс, кстати, дальше тут, по-моему, есть. Или не в этом? Слово операция, время не по-байку. Ну, операция можно, конечно, но операция тоже. Процесс, процесс. Медицинский термин какой-то. Нет, медицинский, да. Давайте дальше. Вот, как раз про процесс тут товарищ будет говорить. Разность предметов, рассматривая в динамике их отношения, как изменяющаяся величина, отражается в категории различия. Категории различия характеризуются не столько несовпадения предметов, сколько тенденция нарастания их разности в процессе развития. Ну, вот это, видимо, списано из какого-то словаря очень плохого. Процесс, вообще говоря, это категория, связанная с изменением во времени, как я уже только что сказал. То есть процесс – это что-то движение во времени. В логике движения во времени вообще никакого нет. Движение мы в науке логики понимаем в смысле изменения. Вот изменение – это и есть движение. Мы переходим от одной категории к другой категории мысленно. В смысле, это мысль наша движется, но это вне времени происходит. Поэтому процесса здесь вообще никакого нет. Ну и дальше. Противоположности – это различия между предметами. Почему предметами? Выросшие до таких предельных размеров в том смысле, что они оформились в определенный субстрат, сторону явления, элемент системы, часть целого, который принуждает своей активностью, своим существованием предметы, находящиеся в единстве, то есть в системе, развиваться в противоположных направлениях. Это что? Не знаю. Я практически уверен, что товарищ списал это с… Может быть, кстати, с большой энциклопедией какой-нибудь, даже может быть с советской. Я прошу… Я думаю, что философский словарь… Либо с философского словаря. Вот, вот, вот. Рядки философские словаря. Значит, товарищи, комментарий я все-таки дам здесь один. К сожалению, даже вот большая советская энциклопедия, поскольку она появилась и ее издания приходились уже на период, собственно говоря, контрреволюционный, то есть там на 60-е годы, на 70-е годы, по-моему, какие-то в эти годы были издания большой советской энциклопедии, то вы там просто все, что связано с марксизмом непосредственно и с основанием марксизма, вы можете найти в совершенно перевернутом виде. То есть там в некоторых статьях прямо прямой ревизионизм марксизма. И поскольку философию надо было ревизионировать в первую очередь, вот такое вот там могли вполне написать, к сожалению. Вот. То, что касается там технических вещей, это хорошая книга, и ее можно использовать как энциклопедия. А в сфере идеологии, очевидно, что философия и марксизм это сфера идеологии, в сфере идеологии в момент издания этой книги велась уже ожесточенная борьба, и те, кто ее издавал, они были на стороне реакции, на стороне ревизионизма. Соответственно, то, что туда попало, в большинстве своем это ревизионизм. Поэтому я рекомендую не пользоваться для вопросов марксизма такими учебниками плохими, а обращаться к непосредственным источникам. Маркс, Энгельс, Ленин, Гегель, Сталин. Так, дальше. Но товарищ получил зачет исключительно за то, что указал, что сущность – это снятое бытие. Больше я, честно сказать, не нашел ничего, за что бы этот зачет можно было поставить. Но хоть что-то я нашел, значит, зачтено. Георгию Сергеевичу я рекомендую почитать науку логики. И лучше, если вы как бы списываете откуда-то, то списывайте с наукой логики. Густелев Юрий Александрович, город Ленинград, зачтено. Дзюба Сергей Михайлович, город Псков, зачтено. Дьяков Владимир Викторович, город Тамбов, Тамбовская область, зачтено. Дейнека, Раймонда, Москва, зачтено. Так, стоп, назад. А, вот. Сейчас, секундочку, тут вопрос какой-то был. Да, вот. Раймонда Львовна раскрывает вопрос о существенном и несущественном. Пишет о том, что сущность – это снятое бытие. Раскрывает полностью этот вопрос, но о том, что такое существенное и несущественное, она, видимо, не совсем дошла. Ну и получается, что вопрос поставлен, а ответа на него нет. Хотя есть ответ на другой совершенно вопрос и правильный ответ. Поэтому, если вы, товарищи дорогие, пишете ответ на конкретный вопрос, вы проследите за тем, чтобы те категории, которые в этом вопросе звучат, они в вашем ответе появились. Иначе выглядит это странно. Но зачтено. Хорошо, ответы хорошие. Евтихов Максим Владимирович, город Брянск. И товарищ задает вопрос, правильно ли говорить, что наука логики Гегеля – это диалектика человеческого мышления как отражение материи? Правильно говорить, что наука логики – это единственная компейниум диалектики. Вот это можно повторять за товарищем Энгельцем. А вообще говоря, к диалектике мы относимся, когда мы говорим о материалистическом ее толковании, мы имеем в виду следующее, что материя, движение, диалектическое движение в материи отразилось в категориях, в языке в первую очередь, и в категориях языка. И изучая движение этих категорий, фактически мы изучаем то объективное движение материи, которое существует в природе. Мы не изучаем эти категории как просто категории, оторванные от материального мира. Все эти категории, поскольку они отразились в языке, а значит, они были огромное количество раз повторены в связи с каким-нибудь, кстати говоря, общественным производством, ничем иным. Они кристаллизовались в рамках общественного производства. Вот мы изучаем эти категории как отражение материального мира. В этом смысле. Гегель же был идеалистом вообще. И, соответственно, мы изучаем идеалитику Гегельсу, и применительно Маркс ее поставил, как бы, с головы на ногу, да? Ну, а можно сказать, что он сам перевернулся, потому что он был младым гегельянцем. Ну, он так говорят, что поставил. Ну, поставил, да. Он так говорил. Но Гегель был идеалистом, но он был хорошим идеалистом. А как говорил Ленин, хороший идеалист лучше двух плохих материалистов. Вот. Значит, она по своему появлению, наука логики, по своему рождению, диалектика, она имеет идеалистические корни. Гегель ее раскрыл, это движение, движение категории, которое отразилось в языке, выделяется как… То есть он и рассматривал это движение как идеалистический. Просто как движение мысли. Что оно не соответствует, не отражает движение материи. А мы рассматриваем и изучаем это движение мысли только в соответствии с движением материи. Нас интересует материальный мир. Его мы изучаем. Нас голое движение мысли как таковое интересует только опять же применительно к движению материи мы хотим изучить материю и поэтому мы изучаем вот это движение мысли для того чтобы более по полно отразить движение материи так разобрались здесь зачтено максим вадимович работа зачтено и горчев михаил анатольевич город перьм зачтено яндураев арсений не знаю как по отчеству здесь почему-то не написано зачтено зибров олег семенович город екатеринбург зачтено ищанов дамир големжанович австалия штат виктория город мельбурн зачтено коптелен георгий васильевич город сосновый бор ленинградская область зачтено так тут комментарий какой то есть сейчас давайте посмотрю вопрос бесконечное отрицание бытия социализма есть сушность коммунизма нет бесконечное отрицание частной собственности как утверждение собственности общественной мы кстати сегодня это обсуждали есть сущность коммунизма виск Bryusic в том что частная собственность бесконечно отрицается путем бесконечного утверждения собственности общественной. Зачтено. Так. Каравайкин Алексей Евгеньевич. Зачтено. Карасев Дмитрий Борисович, Набовская область, город Мичуринск. Зачтено. Карпенко. Владимир. Не знаю, как по отчеству здесь не написано. Зачтено. Киселев Денис Викторович, город Москва. Зачтено. Козлова Евгения Валерьевна. Зачтено. Колодич Юрий Владимирович, город Минск. Зачтено. Так, товарищи, ну вот это все, на что мне хватило пока, моих сил не очень больших, для того, чтобы проверить 50 работ. Сейчас, вот, уже, пока мы с вами здесь обсуждали, еще десяток работ нам подкинули на проверочку. Ну, видимо, товарищи прослушали, как надо отвечать. Стенографируют. Да, они ответили правильно. Вы видите в предыдущей версии ответов? Это надо к товарищу Мордовину обратиться. То есть здесь вы можете, тут написано, студент может править свой ответ. Да, вот, если 10 раз исправил. Вас это пугает, что я вижу первую версию. Не знаю. Нет, я вижу, вот, видимо, последнюю версию. Может быть, как-то я могу посмотреть всю историю изменения ответа. Может, где-то там сохраняются эти изменения? Значит, обязуюсь допроверить все работы, которые придут, поставить оценки, дать свои комментарии. Ну что, я думаю, что... Пожалуйста, можно еще раз, что такое явление? Значит, сущность является... Это, опять же, рефлективное определение. Две пары. Явление и закон. Две пары. Есть спокойное в явлении. Это закон. Есть то, что сущность на поверхности, которая уже бытие, фактически. Это явление. Пример привожу. Давайте пример какой-нибудь разберем, для того, чтобы было понятнее. Вот, хороший пример. Мы уже говорили, что основным законом капиталистического способа производства, и как и любого товарного производства, давайте рассматривать, простое товарное производство является закон стоимости. Так вот, давайте рассматривать простое товарное производство. Законом там является закон стоимости. А явлением, что... в качестве явления что можно назвать стоимость это закон а явление цена да правильно то есть вот то что мы видим на поверхности это явление это цены цены товаров они колеблются мы видим меняются в общем-то как как угодно но есть 100 спокойная которая в этом явлении это стоимость которая да это закон это закон опять же вернемся что так формулировка закон закона стоимости что такое закон это спокойное объявление нам нужно указать что является спокойным во всех явлениях товарного способа производства спокойное в явлении спокойное в явлении в явлении то есть явление различные различные явления в товарном производстве в капиталистическом производстве мы видим цены потом мы видим деньги мы видим различные другие категории и так далее и все это во всем этом мы должны найти спокойно и это спокойно является стоимость вот и и вот это я сформулировал закон стоимости указать в новом как когда мы говорим о законе стоимости мы подразумеваем что стоимость является спокойным в явлениях капиталистического способа производства существенное не существеннее просто бытие и естественное явление это существенно конечно явление это существенно но потому что это и сущности сущность это существенное а бытие это несущественно цена это несущественное можно считать так ну если так говорить можно сказать что это несущественное тогда как если это она выступает как бытие если вы рассматривались как бытие если вы рассматривать как сущность то это существенно потому что в нем есть есть стоимость она она связана стоимость со стоимостью и так конечно а вы как бы те и оторвали у вас вот и оторвалась от сущности что ли то есть мы она предстает перед нами как разные вот в самом начале рассмотрения и поэтому их различаем как существенно и несущественно только в этом смысле да давайте сейчас этот вопрос мы сформулируем теперь давайте товарищи вопросы на любую тему у нас есть 20 минут мы можем разобрать вопросы на любую тематику по связанную с красным университетом с марксизмом да если скажем явление это же она для нас то есть если для нас вот мы не не так сказать зарегистрировали какое-то явление то для нас как бы не проявился закон но означает ли что его объективно нет этого закона да мы не зарегистрировали чистый субъектив то есть по определению законы а если не было ну как мы его не зрители давайте различать моего зарегистрировали и его не было это разное нет если если ну а ну конечно она естественно было вопросом зарегистрировал то есть отразить кто-то или нет явление явление идет после существования то есть существует значит уже является значит здесь речь идет речь речь о одессе явление это уже там одесс да конечно запрещены никто не отразил так что значит не отразил вот давайте допускаемся в явлении что такое действительность вот действительность это проявление законного выявления это выявленная сущность то есть вот уже сущность выявил закон как сущность вы его являет себя да да ну и это будет это будет действительно вот то есть существует категория когда этот закон уже прям проявляется вот он уже на поверхности тоже важно что в отрицании рассматривать хорошо товарищи еще какие-нибудь вопросы есть давайте если мы явление смотрели закономерность а что такое закономерность давайте разберемся что такое закономерность сначала потом решим про все остальное мы начали некоторые признаки которые из явления в явление они повторяются так но они не являются законом наверно потому что не являются полным описанием всех этих повторяющихся признаков а где пропаган где про полное описание повторяющихся признаков в законе есть где вообще про признаки в законе есть нету этого нету нельзя нельзя закон свести как бы к набору набору признаков каких-то к которые мы описываем и ноту не рост как сформулировать закон стоимости я отказался спокойным является стоимость во всех во всех во всех проявлениях капиталистического способа производства спокойным является стоимость вот эта категория категория причем вы уже понимаете что стоимость это она как бы абстрактная категория и нельзя пощупать их и но это это вот прямо сущность то есть его нигде вы ее не ухватите она как нам понять что это необходимо и достаточно вот маркс понимал это вот весь первый тон капитала вот он понимал то что стоимость выводил из товара да и через его стоимость он как там происходит движение он говорит о том что вот мы рассматриваем товар потом у него до 100 двойственный характер товара и потом говорит что вот к при обмене что-то сравнивается что-то такое сравнивается но не может потребительная стоимость приравниваться к мировой стоимости не нужно сравниваются зайцы с козыря не что то есть такое что сравнивать то есть он эту стоимость выводит логически ее нету как бы вот и нельзя потрогать вот здесь здесь нету этой стоимости он его выводит логически и говорит о том что эта стоимость является связано с общественно необходимым трудом да и из этого предположения он развивает все другие категории то есть он настраивает вот это дерево других категорий как встраивает те категории которые он уже наблюдают в капиталистическом способе производства он встраивает вот в эту цепочку они появляются одной за другой и в этом смысле его система она научная потому что она представляет предстает перед нами как система он взял товар и используясь дилектическим методом встроил туда в эту систему все другие категории и тем самым показал что стоимость которую в самом начале рассматривал и взял и из нее выводил все остальное она является национальности и в 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 Как относитесь к детерминизму? К абсолютному детерминизму я отношусь отрицательно. Необходимость и случайность – это моменты. Они в единстве находятся. Все, что случайно, оно необходимо. Все, что необходимо, оно случайно одновременно. Вот и все. Я думаю, что профессор Горонников все время к этому клонит. Но вот так сейчас определить конкретно, что такое случайно, что такое необходимо, дать определение, я, наверное, не смогу, боюсь. Ну вот детерминизм. То есть, ну, все же происходит в объективном мире не просто так, а по причине. Причинно-следственные связи есть, и они абсолютные. Нет, они не абсолютные, конечно. Они, конечно, не абсолютные. Где они абсолютные? Когда мы абсолютизируем? Если мы говорим о абсолютизации чего-то, это называется метафизика. То есть, если мы абсолютизируем, например, момент случайности, то есть все случайно, то это метафизика случайного. Если мы говорим, что все предрешено, и, собственно говоря, можем закончить лекцию, потому что, ну, это было предрешено уже. Фатализм, да. Это тоже, поэтому, в общем-то, нам бороться не надо. Потому что фатализм – это субъективизм. Почему? Нет, это выводы. На самом деле, ведь о чем идет речь? Мы можем принять любую философскую концепцию, абсолютно любую. Главное, какие из этой концепции будут выводы. Если мы применяем философскую концепцию материалистическую, выводы из нее – диктатура пролетариата. Если мы принимаем философскую концепцию, скажем, субъективного идеализма, то выводы из нее вполне себе утешительны для капиталистического способа производства. Ну, так не мешает. Теперь про детерминизм. Давайте предположим, предположим, что все предопределено. Вот все либо предопределено просто заранее, либо подчиняется жестким законам мироздания. Но если на самом деле жесткие законы мироздания – это то же самое, что предопределенность абсолютная. Потому что мы можем сказать, если было это событие, из него, по этим самым законам, которые будут существовать, будет следующее событие. Мы не обсуждаем концепцию как таковую. Ее нет смысла обсуждать. Точно так же, как нет смысла бороться идеалистам и материалистам. Просто за то, что идеалист или материалист. Нас интересуют, какие выводы из этой концепции можно сделать. Давайте сделаем выводы. Я не понимаю, зачем материалисту нужен индотерминизм? Зачем? Нет. Диалектический материалист не может ограничиться полным детерминизмом. Потому что если он ограничивается полным детерминизмом, все предрешено. Все предрешено? Ну, от причины идет к следствию. Все предрешено. Значит, где здесь борьба? Ну, как борьба? Есть материальные объекты, один другой, они взаимодействуют, между ними идет… Ну, хорошо, они взаимодействуют, значит… Скажем, один же организм, у него свои интересы, у другого свои, а у них борьба. Ну, это какой-то биологизм. Неважно, это все борьба. Нет, если мы говорим, например, об абсолютной идее гегелерской, да, это единство теоретической идеи, мы это будем изучать в учении понятия, единство теоретической идеи и единство практической идеи изменения мира. Значит, отсюда какой… Если мы стоим на позиции детерминизма, то отсюда следует, что, как бы, практическую идею изменения мира нужно выбросить. Зачем нам вообще… Как это… А как оно… Как все предрешено? Все предрешено. Зачем? Необходимо. Зачем… Нет, что значит предрешено? Допустим, вот этот человек, вот стоит вопрос, может он что-то поменять, так сказать, или нет? Но дело в том, что этот человек, вот он как материальный объект, он же может влиять на другие материальные объекты. Он сам по себе, ну, как источник детерминации для окружающих его объектов. Что значит? Он может влиять, а может не влиять. Ну, уже… Ну, уже значит, не будет это уже диалетика. То есть он либо влияет, либо не влияет. Все, детерминизм пропал. Ну, почему? Потому что он может влиять, а может не будет влиять. Он будет влиять, либо не будет влиять, в зависимости от того, как он устроен, там, генетика, там… Нет, это… Опять это… Вообще-то опять все… Вот какие… То есть есть какие-то причины, следственные связи, которые точно определяют, значит, положение нашего, там, мира и общества в пространстве через 100 лет, оно предопределено. Ну, оно разворачивается от причин… Но оно предопределено. Ну, оно не имеется в виду, что к цели идет. Нет, оно предопределено или нет? Если мы стоим на позиции детерминизма, оно предопределено. Да, ну, не результатом… Если я капиталист, если я капиталист, то мне такая позиция очень нравится. Товарищи дорогие, все предопределено. Может быть, цели… Да, именно поэтому будет коммунизм. Именно поэтому будет коммунизм. Не надо ничего делать. Нет. Будет коммунизм… Товарищи дорогие, будет коммунизм. А вот это у вас… А местиризм идет. Как это? Не означает вот такого. Как это? Оно будет не само, вы поймите. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Оно будет не само. Не само будет, да. Но вы главное не… Все предопределено, главное. Оно будет не просто само, да? Когда… Вот мы можем ничего не делать, оно само будет. Не так. Вы неправильно, вы неполно понимаете детерминацию. Вот каждый человек, он точно такой же, ну, может быть, это не вполне правильно, но он источник детерминации. Я не понимаю, что такое источник детерминации. Он сам по себе детерминирует. Ну вот он как материальное образование, которое влияет на весь остальной окружающий мир. Он точно так же влияет на окружающие предметы, объекты. Ну и таким образом коммунизм будет не сам по себе, а вот при том, что вот эти все люди будут действовать вот таким образом. И случайно. Еще раз. Еще раз. Вот многие понимают, что предетерминизм и коммунизм наступит, даже если мы ничего не будем делать. Так вот неправильно. Он наступит тогда. А как мы как раз будем делать, то, что надо делать. Что он наступит когда-нибудь, когда... Нет, это неправильно понимать. Это значит ваша какая-то концепция детерминизма, которого защищаете. Я к тому и виду, что это неправильное понимание детерминизма. Нет. Значит, давайте... Детерминизм, когда весь детерминизм в том, что давайте ручки сложим. Это что-то... Давайте так. Вот, скажем, в манифесте коммунистической партии, да, и потом в разборе, в первом томе, по-моему, Ленин разбирает этот манифест, и он объясняет, что имеется в виду под словами «коммунизм является объективно необходимым». Он нигде не говорит, что он предопределен, что он предрешен. Никакого фатума нету. Он говорит, что есть объективные основания. Ну, хорошо, значит, и те, кто понимают полный детерминизм как фатализм, они абсолютно правильно понимают его в той системе определений, которая принята в научном сообществе. Если есть у вас какая-то другая система, в которой детерминизм вдруг... В детерминизм это есть единство случайности и... предопределенности и закономерности, тогда это уже не детерминизм. И как бы не надо его называть детерминизмом, не надо называть кролика лошадью, если это кролик. Случайность, то есть не все происходит по причинам следственным сядем, так? Да, есть элементские детерминизм. Вот, например, вы можете привести пример, где возникает эта случайность такая, которая ничем не детерминирована? Вы опять, вы попытались... Как ее определить? Вы попытались случайность... Опять меня спихнуть в другую сторону, у нас опять оказывается случайность, которая ничем не детерминирована. То есть все случайно. Это другая крайность. То есть как-то рассматриваются две крайности. Все детерминировано и случайность, которая ничем не... Нету таких случайностей, которая ничем не детерминирована. То есть все детерминировано? Нет. Нет. То есть что-то детерминировано, что-то нет. Любая случайность детерминирована и любая закономерность случайна. В этом заключается диалектика. Подождите, закономерность? Хорошо, хорошо, да, да. Да, да, да. Ну, любая необходимость случайна, да. Любая необходимость случайна. В этом и заключается диалектика. Если вы спросите у товарища Городникова, я надеюсь, что он сформулирует в точности то же самое. Я вот не знаю. Уточните у товарища Городникова. Ладно, я думаю, что мы на этот вопрос многовато времени потратили. Давайте еще какие-нибудь вопросы есть или мы заканчиваем. Если вопросов нет, то спасибо за внимание, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok